Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы отправляемся в Средневековье, в эпоху рыцарей. Да вот только от их благородства не осталось почти ничего, когда началась Столетняя война. Она была ожесточённая и беспощадная, особенно когда дело касалось решающих сражений и грабежа мирного населения. Но одна битва заняла особое место в восприятии современников, которые выделяли её как пример настоящего рыцарства. Хотя даже в ней нашлось место тактической подлости. Самое начало Столетней войны. Герцогство Британь. Сильное феодальное владение, которое могло оказать существенную поддержку любой стороне конфликта. И как раз при смерти герцог Жан Третий Добрый. Детей у него не было, поэтому потенциальных наследников было двое. Сводный брат Жан де Монфор и муж родной племянницы Карл де Блуа. Но на смертном адре, вместо разрешения будущей гражданской войны, на вопрос, а кого выбрать, Жан ответил. Не смейте беспокоить мой дух перед смертью такими вопросами. И умер. Конфликта было не избежать. Уже вскоре Жан де Монфор обратился за поддержкой к Англии, а Карл де Блуа – к французам. Война затянулась и шла с переменным успехом. К середине столетия ситуация стала тупиковой. Обе стороны были истощены и заключили шаткое перемирие. Мир балансировал на лезвии Бритвы, и было достаточно легкого ветерка, чтобы его нарушить. Нетрудно догадаться, что так и произошло. Наша история начинается весьма обыденно. Ранняя весна 1351 года. В двух замках, лежащих неподалеку друг от друга, закрепились противники. В замке Жаслен – сторонники французов. В замке Плеермель – сторонники англичан. Но поскольку англо-бретонцам было скучно, то они регулярно ходили в рейды и грабили деревни под контролем франко-бретонцев. Жан де Бомануар, прославленный рыцарь, конетабль Британии и командующий войсками Жаслена терпеть подобные выходки не собирался. Штурмовать врага затеей было бессмысленной, да и все-таки какой-никакой мир. Решено было разбираться дипломатически, но на требование разъяснений англичане не дали никакого ответа. Тогда дипломатическая переписка перешла на оскорбления, и тут уже ответ был получен в форме взаимных оскорблений от командира англичан Роберта Бэмбро. Оскорбления перешли во взаимные пожелания смерти, но тут появилась идея. А почему бы им, рыцарям, не разобраться во всем самим? И потенциальная драка вызвала намного больше интерес, чем дипломатические разборки. Стороны решили встретиться у дуба на полпути между их замками. Условились сражаться 30 на 30. Оружие можно было выбрать любое. Победа присуждалась, когда все участники проигравшей стороны были или взяты в плен, или убиты. А сдавшиеся в плен во время боя оставались в стороне, если не погибал пленивший их рыцарь. 26 марта 1351 года стороны встретились в условленном месте. С французской стороны вышли 9 рыцарей и 21 оруженосец. И не стоит недооценивать этот титул. Все из них были уже опытными воинами, которым не хватало только посвящения в рыцаре. Все участники были бретонцами. А вот состав английской стороны был куда более разнообразным и скорее напоминал какую-то футбольную команду. Бретонцев было всего четверо. Им компанию составляли 6 немецких наемников, среди которых был и сам Роберт Бэмбро. Он вообще родом из Бранденбурга. Остальные 20 человек были англичанин. И самым знаменитым из них был другой Роберт. Роберт Ноллес. В этой битве он проявит большую храбрость и благородство, но в историю войдет как жестокий командующий грабительских рейдов по французской земле. Шевоше. Обе группы воинов подъехали к месту, водрузили свои штандарты на противоположных концах и стали готовиться к бою. А вокруг тем временем собралась огромная толпа крестьян и других рыцарей, которые приехали издалека, чтобы посмотреть на эту битву. И не хватало только трибун. Поскольку на месте также были своеобразные судьи. Приглашенные Герольды и наблюдатели должны были объявлять начало боя, слить за исполнением правил, а также помогать раненым во время перерыва и, соответственно, объявлять об остановке боя. Рыцари решили сражаться пешком. Непонятно, было ли это говорено или нет, но, вероятнее всего, все захотели продемонстрировать невероятный выбор пехотного оружия, которое они с собой притащили. Там были и мечи, и булавы, и алебарды, и укороченные копья, и даже странное сочетание молота и ножа. Все, что только можно. Противники разошлись по сторонам своеобразного ресталища и приготовились к бою. И когда Герольд дал команду, стороны бросились друг на друга. Французы изначально начали битву в относительно свободном строю и уже вскоре за это жестоко поплатились. Англичане и немцы имели больший опыт пехотных битв, поэтому их топоры были намного эффективнее любого оружия, которое выбрали французы, привыкшие сражаться в конном строю. И уже вскоре двое французских рыцарей были мертвы, а еще троих оттеснили и вскоре взяли в плен. Де Бамануар сумел организовать французов, и они встали в плотный строй. Англичане попытались в него врубиться, но уже вскоре выдохлись. Ни у французов, ни у англичан энергии не оставалось. И тогда стороны решили сделать перерыв. Как это, наверное, и бывает во всех битвах. Конечно же, нет. Стороны разошлись для отдыха, и во время перерыва командир французов сделал все возможное, чтобы вдохновить своих рыцарей на дальнейшее сражение. Он заявил, что теперь их 25, и какой честью будет победить превосходящего соперника. Ну а англичане во главе с капитаном Бэмбро придумали хитроумный план. Когда битва началась, двое англичан с разгону влетели с щитами в строй французов и разорвали его. Туда немедленно бросился Бэмбро. Он прорвался к Де Бамануару, повалил его и начал бить мечом по забралу, после чего потребовал, чтобы командир французов незамедлительно сдался ему. План был отличный — схватить командира французов, после чего вся их оборона просто рассыпется, ведь именно командир вдохновлял всех своих рыцарей. Но в плане оказался один серьезный просчет. Пока Бэмбро требовал от Де Бамануара сдачи, к немецкому командиру подбежали двое французских рыцарей. Один из них сшиб с него шлем, а второй вогнал меч в горло. Выведен из строя оказался командир английской стороны, и их оборона пошатнулась. И в этот момент трое пленных рыцарей в нарушении договоренности подбирают оружие и возвращаются в схватку. Их в плен брал не Бэмбро, и они не имели права вернуться в битву, но они объяснили это тем, что поскольку английский командир отвечает за всех своих рыцарей, и он погиб, то они имеют полное право вернуться в битву. В этот момент, наконец, пришел в себя командир французов. Удары Бэмбро были невероятно сильными, и он некоторое время лежал без сознания. Встав на ноги, но еще пошатываясь, Де Бамануар попросил воды, не до конца осознавая, видимо, что происходит. И тогда один из рыцарей крикнул ему, «Выпей крови своей, и жажда пройдет». Лицо Конетабля было действительно залито кровью, но эта фраза вновь вселила в него силы. Он подобрал свое оружие и бросился в бой. А бой все продолжался, англичане сдаваться не собирались. И командование принял оруженосец Кракар. Он сражался с такой яростью, что его потом назовут самым сильным и благородным из воинов английской стороны. Они встали в глухую оборону, и вскоре обе стороны выдохлись. Снова возникла ситуация, когда нужно было просто сделать перерыв. Стороны разошлись залатывать ранения, которые были уже у всех участников битвы, а в перерыве кто-то даже успел поесть. Когда начался третий раунд, стало уже понятно, что обе стороны окончательно выдохлись. Англичане уже не бежали вперед, а медленно шли плотным строем. Французы попытались его прорвать, но в этот момент один из рыцарей получил удар баловой и скончался. Лишь неожиданный маневр французских рыцарей во фланг Шеренгер разрушил ее. Началась общая свалка, в которой удары сыпались отовсюду, и было непонятно, кто чей. Этот раунд было решено закончить раньше, и стороны вновь разошлись для отдыха и лечения. Начало четвертой стычки напоминало атаку зомби. Уставшие, израненные воины еле волочили ноги и свое оружие, чтобы начать атаку. Но у англичан, благодаря опыту, осталось немного энергии в запасе. Они стали полукругом и начали наступать на бретонцев. Канетабль приказал идти в последнюю атаку, но его рыцарей просто отбрасывал от позиции врага. Жан де Бамануар оглянулся, чтобы посмотреть на своих воинов, но тут он увидел, что его оруженосец убегает. Гийом де Монтабон, его преданный воин, бежит. Ярость, обида, отчаяние, все эти чувства смешались в голове командира, и он из последних сил бросился на ряды противника. Но неожиданно англичане разлетелись в разные стороны. Командир, наверное, решил, что это сами ангелы решили помочь им, бретонцам, на родной земле победить врагов, но это был хитрый Гийом. Когда он понял, что поражение неминуемо, он отступил к своей лошади, запрыгнул на нее и таранным ударом влетел в ряды англичан. Половина еще стоявших на ногах англичан была опрокинута и больше не смогла подняться. Остальных с трудом пленили французы. И это была победа. Английская сторона потеряла девять человек убитыми, а остальных доставили в замок Жаслен как пленных. Но уже вскоре отпустили за символический выкуп, а пока они находились в плену, за ними ухаживали, им подлечили раны и относились как к достойнейшим воинам. Французы потеряли шестерых убитыми, но они победили, победили своих принципиальных врагов. А все благодаря хитрости Гийома. Источники по-разному классифицируют его поступок, поскольку некоторые утверждают, что было обязательное правило сражаться в пешем строю. А некоторые утверждают, что такого правила не было и можно было сражаться как конному, так и пешему. Тем не менее, Гийом не избежал критики. Некоторые утверждали, что он нарушил правила боя, а некоторые, в том числе и многие современники, утверждали, что он нарушил правила рыцарского боя, так как въехал в тыл сражающимся воинам. Битва не имела политических последствий, поскольку это никак не повлияло на войну или на территориальный передел. Но современники окрестили эту битву образцом рыцарской отваги, храбрости и доблести. Теперь она известна историей как Битва Тридцати. Вот такая небольшая история у меня сегодня для вас. Спасибо вам большое, что были со мной, что слушаете и поддерживаете. И до новых скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»